Изначально студенты политеха планировали провести внутренний турнир, но все вышло иначе. Заявки посыпались из других учебных заведений, причем не только нашего города. Пришлось даже менять статус соревнований. Подключился Горнолатайск, мы такие, ну, пора делать региональный турнир, сразу первый, сразу региональный. Вот, и все там уже подключились совершенно другие команды. Москва, Питер, Новосибирск, Липецк, у нас есть Санкт-Петербург. В итоге вместо 200 ожидаемых участников оказалось вдвое больше. Кроме того, сотни человек следили за играми в качестве зрителей. Было 49 команд по Контр-Страйку и 22 по Доте. И в каждой команде было по 5 человек минимум, потому что еще люди добавляли своих запасных игроков. Миксмейкер быстро, кстати, слинял с позиции, прям отпрыгнул и ушел. Своей игрой удивили школьники. Родион Погодин, учащийся 11-й гимназии Бийска. На турнир его пригласил друг, с которым они вместе ходят на каратэ. На виртуальные тренировки была только неделя. Когда мы играли на турнире, у нас была такая, как единая целая, какая-то мораль, мотивация. И мы не обращали внимания на какие-то аспекты другие. Мы просто были как дружный коллектив, команда, которая пришла за победой. Золотую награду завоевать не удалось, но это только пока. Тем не менее, команда школьников на пьедестале. Мы заняли второе место, уступили немного в финале. Ну и, я думаю, нам немного не хватило отдыха между матчами. Но мы не падали, конечно, духом после каких-то проигранных ситуаций, но мы всегда пытались быть на плюс морали, не расстраиваться. Может быть, только в конце игры какой-то появился расфокус. После первого совместного турнира ребята продолжат тренировки не только на татами. Выйти на новый уровень каратисты хотят и в киберспортивном пространстве. Виртуальные баталии, организованные активистами Бийского технологического института при поддержке депутата Государственной думы Александра Прокопьева, для одних стали площадкой для новых знакомств и дружбы, для других это очередной соревновательный опыт для отработки стратегии и дальнейшего роста. Киберспорт сегодня в стране набирает обороты, в частности, он набирает обороты и в Бийске. И, конечно, ему нужны инициативы. Такие инициативы, как мы сегодня видим в Бийском технологическом институте. Студенты вуза уже решили, турнир будет ежегодным. Хотя не исключено, что проводить его будут не раз, а два раза в год. Уже летом планируются очередные компьютерные сражения. И для того, чтобы командам из Бийска снова взять золото, начинать тренировки нужно уже сейчас. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Сейчас команда потянется.